Здесь, значит, прорублены технологические коридоры. Вот вы видите, их ширина 4 метра, они строго регламентированы. Главный лесничий города рассказывает, для чего нужны такие коридоры. Именно отсюда, с Аршанского лесничества, сосны поедут на площадь Советов украшать собой новогодний праздник. Для этого технологические волока и прорубаются. Впоследствии, значит, впоследствии поперек склона будут пропаханные, минимализованные полосы, которые предотвратят распространение пожара. Сосны для главной елки каждый год берут только из плотного леса. Те, что все равно будут вырубать из противопожарного разрыва. В прошлом году елка из Улан-Удэ попала в десятку лучших российских елок. В этом году обещают, что она будет не менее красивой. На площади будет также яркое звездное небо из фонарей, а вокруг добавят дополнительную иллюминацию. Сегодня основание каркаса будущей елки установлено. Идет монтаж второй секции. До завтра таких установят еще пять. И начнут крепить на каркас сосны. После праздника, обещают, ни одна выкинутой не останется. В прошлом году, после завершения всех новогодних мероприятий, абсолютно все сосны были переработаны на органические удобрения, мульчированы. Часть сосеней были перераны экоактивистам. Сосны высотой от двух до четырех метров всю эту неделю будут свозить на площадь Советов и украшать елку сверху вниз. После того, как она будет доделана, приступят к созданию ледового городка. Мария Латашева, Вячеслав Батоев. Новости дня.